В Кстове грабитель унес в штанах дневную выручку рыболовного магазина. Грабеж запечатлела камера видеонаблюдения. 21 октября около половины пятого вечера продавец отлучился из отдела на некоторое время. Злоумышленник выждал момент и зашел за прилавок, где начал искать кассовый ящик. Со слов очевидцев, его сообщник стоял на стреме при входе в отдел. На кадрах видно, что в первый заход преступник осмотрелся, а во второй обнаружил кассу и принялся ее опустошать. Буквально через две минуты дневная выручка рыболовного магазина была уже в штанах грабителя. Бумажный груз между ног не помешал злоумышленнику спешно покинуть место кражи. Теперь в кассе деньги хранить не будем. Будем кассу убирать, будем что-то придумывать, другое думать. И попытаемся не оставлять кассу без присмотра, не отлучаться никуда. Хочу сказать всем предпринимателям, чтобы опасались этих людей. На съемках видно и второго, и первого лицо. Держали кассу закрытой и не оставляли. Подобный инцидент здесь происходит не в первый раз. В прошлом году воришки украли дневную выручку в соседнем отделе автозапчастей. Продавцы предполагают, что и тогда орудовала та же пара преступников. Занимаются, мне кажется, этим уже давно, потому что на съемке видно, что действовал на руке, у него был носовой платок, то есть отпечатки пальцев не оставлял. Наверное, скорее всего, может быть, даже и судимые, если боятся оставить отпечатки пальцев. Хозяева рыболовного магазина обращаться в правоохранительные органы не стали. Поиски виновников прошлогодней кражи в соседнем отделе не увенчались успехом. Благодаря записи камеры видеонаблюдения лицо воришки можно опознать. Поэтому хозяева рыболовного магазина просят всех, у кого есть информация о личности грабителя, звонить по телефону 3-98-12. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связист ТВ.